Здравствуйте! Сегодня среда, 30 сентября, и вы смотрите ежедневный выпуск новостей из индустрии Форекса. Я, Дарья Владыченко. Титаны отрасли собираются на IFX Expo 2016 в Азии. Предстоящее событие планируют посетить более 2,5 тысяч отраслевых игроков, 75 спонсоров и участников. Это мероприятие, посвященное индустрии Форекс и бинарным опционам, организуется совместно с Conversion Pros и Finance Magnates для того, чтобы объединить ведущих поставщиков технологии ликвидности, а также валютных брокеров, брокеров бинарных опционов, банки, представляющих брокеров и партнеров White Label. Вот как комментирует предстоящее событие генеральный директор Conversion Pros Гал Рон. Мы очень рады, что четвертая ежегодная выставка IFX Expo пройдет в Азии, в Гонконге. IFX Expo 2015, состоявшаяся в январе этого года, имела оглушительный успех, и мы надеемся, что предстоящее событие будет не менее впечатляющим и знаковым для региона. Ждем вас в Гонконгском центре конференции и выставок в январе. Одна из отличительных особенностей IFX Expo – большое разнообразие конференций и семинаров, охватывающих широкий спектр актуальных тем. Гонконг давно превратился в связующее звено для финансовой индустрии азиатского региона. И неудивительно, что многие крупные компании стремятся открыть здесь свои представительства. Саксабанк не дает нам скучать своими перестановками в высшем руководящем звене. Последняя новость – уход Дэвида Ледшема из Саксо Capital Markets UK, британской дочерней компании датского брокера. Согласно данным обязательной отчетности, брокер не стал продлевать четырехлетний договор с Ледшемом. Для Саксабанк август выдался богатым на события. В начале прошлого месяца брокер значительно упрочил позиции своего турецкого подразделения, назначив его руководителем Саваса Диван Леоглу. Ранее команда назначила на пост директора по взаимодействию с клиентами Филиппа Венглупа. Это новая должность, которая поможет брокеру сконцентрироваться на оптимизации взаимодействия с пользователями. Очередная смена руководства не пошла банку Венглуп на пользу, поставив под угрозу жизнеспособность подразделения, занимающегося торговлей на валютном рынке и контрактами на разницу. Его судьба будет решаться 2 ноября на внеочередном общем собрании акционеров. По информации журналиста Finance Magnets, новое руководство банка приняло важное стратегическое решение в отношении дубайского представительства. Венглуп планирует уйти из Лижневосточного финансового центра и сконцентрироваться на европейских рынках. Стремительные изменения в руководстве компании обусловлены влиянием нового финансового покровителя. По слухам, им стал один из лондонских хедж-фондов. С 2003 года Венглуп имет лицензию инвестиционного банка, выданную немецким регулятором Weifin. Наш ежедневный выпуск Forex Industries подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с Dukascope TV, у нас еще много интересного.